Всех приветствую на вебинаре. Второй мой вебинар в этом году, заключительный. Вот что хочется сказать. Ну, прежде всего, всех поздравить, кому это актуально, с завершением прошлого квартала. Надеюсь, он был хороший. Вот, соответственно, что еще? Начинается самый веселый, хороший, мощный, я надеюсь, он будет такой квартал в плане продаж четвертый. Потом все отдохнем. Вот, поэтому я желаю всем успехов, хорошо этот год закончить. Ну, и надеюсь, как-то, собственно, новая кооперация у нас тоже с вами как-то навалится. Что, значит, сегодня хотелось обсудить? В принципе, прошлый вебинар был посвящен там, в силу, портфолио компании Jupiter Systems. А этот хотелось посвятить именно больше конкретным решениям. Вот, и сегодня я просто расскажу только конкретно вот о контроллерах для видеостен наших, которые хорошо известны в России. Большое количество времени, собственно, присутствуем мы на рынке на этом. И что сказать? Значит, действительно, контроллеры в России продаются лучше всего. У нас, помимо этого, есть ЧПО, есть, соответственно, система передачи видео по IP. Вот, но за два года почти работы в этой компании, я скажу, что, конечно, контроллеры – это, ну, наибольший спрос. Вот, любят у нас в России большие, красивые, мощные решения, шумящие, занимающие много места в стойке. Вот, это все для нас, да, до сих пор. Значит, что еще? Ну, еще, и был конкретно интересный кейс нашего, собственно, уважаемого интегратора компании BCC из Санкт-Петербурга. Вот, хотелось про него рассказать, и даже не мне больше, а я хотел, чтобы рассказал инженеров из этой компании, собственно, как они реализовали один проект в финансовой сфере. Вот, но, к сожалению, осень, вот, человек заболел, вот, придется мне сегодня как-то, собственно, отдуваться. Ну, я надеюсь, общими чертами я расскажу, может быть, глубоко детальных вещей нет, но почему бы выбрано именно решение Юпитер, и, в общем-то, какую техническую информацию такую передам. Что еще? Ну, наверное, что, тогда перейдем к презентации, собственно. Я расскажу сегодня именно о портфолио наших контроллеров. Оно на текущий момент достаточно большое, и хочется, чтобы люди, там, партнеры наши, да, может, заказчики, понимали вообще, как оно структурируется все, и под какие задачи, под какие, я бы даже сказал, вертикали рынка, чаще берут одни контроллеры или другие, закладывают, да, и в том числе, и, собственно, реализуют. И почему это происходит, собственно. Вот сегодня посвящен вебинар только этому. Он, надеюсь, будет не очень длинным, уверен, что не утомительным. ПО, просто пошли новые вопросы в чате, потом ответим. Вопросы, да, очень интересные уже начались. Значит, вот портфолио всех контроллеров компании Юпитер Систем на текущий момент. Значит, вот стрелочка так показана, слева направо, собственно, как они идут. Чего начнем? Ну, самая ходовая модель, наверное, и востребованная до текущего момента была, наверное, до прошлого года. Это Fusion Catalyst 4500. Контроллер конфигурируемый. И хочу заметить, значит, что контроллеры бывают, да, там, конфигурируемые и неконфигурируемые. То есть имеется в виду, что уже какая-то есть определенная конфигурация, вы такое сразу и покупаете. Ну, например, как там матричный коммутатор 4х4, примерно, да. Вот, из каких-то брендов, которые занимаются коммутацией. У нас, собственно, контроллеры Catalyst 4500, 48000 и Catalyst 4K, они все конфигурируемые. Есть только одна серия контроллеров, которые у нас неконфигурируемые. Это вот Control 1000. О нем чуть позже я расскажу. Собственно, почему я вот так вот разделил все пополам, скажем, вертикальной линией. И почему 4500 было такой пользующейся наибольшим спросом модели. Значит, прежде всего из-за истории. И прежде всего из-за истории программы обещания, которая идет в комплекте, называется она Control Point. Его хорошо достаточно знают заказчики, его хорошо знают партнеры. На него написано куча разных модулей на Crestron, на AMX, на любых других системах управления. Все знают API. Вот, собственно, так сказать, хорошо известное ПО. Вот. И с какого-то момента, соответственно, у нас началось развитие другого программы обещания, который теперь идет в составе всех новых контроллеров. И эта программа обещания называется Canvas. Вот, соответственно, таким образом это разделено все на две части. Все современные новые контроллеры идут с программой обещания Canvas. А вот модель 4500, собственно, она идет с ПО Control Point. В чем еще принципиальное отличие вот этих, скажем так, линеек, да? И если в проекте требуется только работа с сигналами Full HD, имеется в виду и на вход в контроллер, и на выход, каждый отдельно взятый выход, то можно смело брать контроллер 4500. Если нужно выше, если нужно 4К, то это, соответственно, только вот новые контроллеры. Fusion Catalyst 4К, название говорит само за себя, да? Control 1000 тоже поддерживает 4К, и CRS 4К тоже поддерживает это разрешение. Но я бы назвал, наверное, это не контроллером, а такой мини-системой. У нее нет пока, кстати, на текущий момент физических входов. Но есть IP-входы, можно в качестве источников использовать веб-страницы и IP-потоки. Вот. Что еще тут из принципиально важного? На что бы я хотел акцентировать внимание? Часто партнеры, иногда заказчики напрямую пишут и просят модели, называется Fusion Catalyst 4000-8000. Это контроллеры, хорошо известные на рынке. В чем их отличие от той же самой 4500 серии? Соответственно, у них шире шасси, можно больше, соответственно, конфигурацию собрать в одном шасси. И самое, что интересно, у них отказоустойчивая конфигурация в плане даже не только блока питания, но и каждую плату отдельно взятую можно поменять на ходу. То есть, ход слаб. И можно поменять, например, карту ввода, при этом, или там вывода, да, не выключая контроллер. Вот. Естественно, такие контроллеры в свое время ставились где-то там на военных объектах, да, скажем так, Минобороны, предприятия ОПК. Сейчас эта линейка официально считается снятой с продаж. Соответственно, да, на складе они у нас есть, да, мы их поддерживаем. Это не end of life, это разные вещи, да, конец жизни продукта и конец продаж. Вот. Вот какие-то проекты, если это суперспецифичный и очень хочется все-таки такой шасси, конечно, можно этот вопрос обговорить, да, просто нужно, как сказать, прогнозировать и понимать. Вот такое, как сказать, глобальное различие, да. Если так, скажем, чуть детальнее посмотреть, значит, на уровне, скажем так, аппаратных и программных вещей, в чем разница, дальше я чуть подробнее расскажу. Значит, 4500 контроллер, который идет с Power Control Point, он поддерживает только аппаратное декодирование. Связано это с такими вещами, как DirectX. Вот. Соответственно, в него вставляются специальные платы, декодирование IP потоков. Они не очень дешевые, скажем так, да, но тем не менее, вот декодирование IP потоков реализовано в этой серии процессоров именно таким образом. Это принципиальное отличие со всеми новыми контроллерами, которые, помимо вот этих плат, поддерживают декодирование на себе сразу. И по умолчанию оно там включено. По умолчанию 8 IP потоков 264 в Full HD декодируют и Catalyst 4K, и Control 1000. Крэс 4K сейчас на скидку не вспомню, по-моему, тоже. Вот. Если добавить второй процессор, а это можно, например, с точки зрения конфигурируемого контроля Catalyst 4K, то можно увеличить эту характеристику. То есть это удобно. Да, шасси само по себе чуть дороже изначально, но оно зато сразу включает в себя IP декодирование. Что еще из таких принципиально важных моментов, в чем разница? Ну, в эти контроллеры можно вставить плату, которая поддерживает входы Composite Video и S-Video. Насколько это актуально, конечно, вопрос такой сложный, да, точнее, как сказать, даже не сложный. И, понятное дело, что Composite Video и S-Video сейчас практически не используется, вот. Но, тем не менее, бывает где-то там. В ТЗ встречаются любимые конкуренты, любят это прописывать, это все понятно. Вот. Но, тем не менее, вот в этих контроллерах такой поддержки нет, только если обходиться какими-то конвертерами внешними. Что еще из моментов таких важных? Это поддержка HDCP. HDCP-кодирование у нас поддерживается полноценно, и я считаю, так скажем так, правильно, это на входе, на каждом входе отдельно поддерживается HDCP-кодирование. И на каждом выходе с каждой панелью отдельно поддерживается свой поток HDCP. Вот, там, собственно, ничего не дублируется, скажем так. Так, поддержка HDCP. Здесь поддержка HDCP в канвасе будет внедрена, это просто программная вещь, не аппаратные ограничения, просто вопрос времени и, собственно, разработки канваса. Что еще сказать? Control Point, в принципе, как софт, он в своем, именно, развитии с точки зрения, там, каких-то дополнительных фичей, он полностью остановлен. То есть, дополнительных фич туда внедряться не будет. Вот. Вот, какие-то баги, ну, как сказать, последний патч был, по-моему, в прошлом году, да. И, собственно, ну, софт достаточно, как сказать, он давно на рынке присутствует, очень, собственно, хорошо работает. К нему вопросов, нареканий практически никаких нет. Он останется в том виде, как он есть вот на сегодняшний момент. Канвас будет развиваться, с канвасом будут идти все наши новые процессоры, и они тоже разрабатываются. Вот, но, собственно, могу заверить, что катались 4500, пока с продаж не планируется к снятию. Здесь все нормально. Что еще? Поддержка портретной ориентации. Был очень такой запрос актуальный с прошлого года, и в том числе с России много запросов было. Мы это ввели. И, собственно, портретная ориентация поддерживается в канвасе и всех новых контроллерах. И, что важно, опять-таки, это было сделано буквально в последней версии канвас, версии 5.4. Полностью индиетичные API-команды, то есть, бывает так часто, да, что система управления в каком-то, в диспетчерской какой-то остается та же самая, например, это будет Crestron, MX, не знаю, все что угодно, уже все написано, команды написаны, скрипты написаны, регламент работы написан, а контроллер хочется там поменять людям, да, и видеостену сделать там, не знаю, поменять там кубы, не знаю, к примеру, да, там на панели. Вот, увеличить разрешение, собственно, стоит вопрос о поддержке API-команд, чтобы, да, снова это все не переписывать. Сейчас у нас полностью индиетичные API, то есть, все контроллеры на канвасе поддерживают API, которые были на контрапоинте. То есть, здесь проблем особых нет. Значит, теперь, если, может быть, больше перейти к программной части, я вкратце расскажу. Ну, значит, ну, если так взглянуть, я специально скриншоты наделал, чтобы чисто понять, так, визуально, да, то есть, да, контролл-поинт – это такое ПО из, там, 90-х, начало 2000-х, скажем так, оно и выглядит соответствующим образом. Вот, собственно, таким образом сделано. А канвас, собственно, чуть-чуть, как сказать, такой, даже не чуть-чуть, он гораздо новее, модернизированный. Он, весь интерфейс его сделан на… который отображается на компьютере, он сделан таким образом, что, чтобы было минимальное количество каких-то там надписей, то есть, он интуитивно понятный, как вот вы телефоном пользуетесь, да, там все иконками, да, все они доходчиво понятны, все кнопки. Вот, и фактически это изображение без всяких подписей. Собственно, таким образом сделан интерфейс канваса. Если говорить про какие-то принципиальные моменты с точки зрения технологической, то канвас что отличает? Там можно, собственно, например, синтегрировать его с актив-директором. Можно раздать права пользователям очень так глубоко достаточно. Какой оператор, например, имеет доступ к определенным источникам и так называемым полотнам, да, какой не имеет? Например, можно разделить видеостену на определенные зоны, где каждый оператор может работать только со своей зоной, со своими источниками, не затрагивая при этом соседние, да. Вот, собственно, что еще? Ну, это говорить, если вот просто про управление контроллером, да, вот купили контроллер, есть ПК-оператор, может, не один, собственно, вот в этом аспекте. Если говорить шире, то канвас также поддерживает, естественно, мобильные различные устройства на iOS, на Android, и можно управлять раскладками с любого устройства, при этом никаких дополнительных установок не требуется. Можно сделать так, чтобы любой планшет, любое мобильное устройство было для канваса, да, для контроллера, для видеостены источником. Вот, такая возможность есть. У нас есть специальное приложение канвас, можно его найти в Android маркете и на iOS, в App Store. Соответственно, помимо этого, можно посмотреть то, что происходит на видеостене с мобильным устройством, да, то есть, ну, это немножко расширенная версия канваса, не стенд-а-вон версия, которая идет в составе контроллера, а интерпрайс-версия, когда есть, собственно, установленный канвас, где-то в сети, да, заказчика, и один контроллер или несколько контроллеров. Вот, собственно, функционал канваса достаточно большой. Еще один интересный функционал канваса, его, в принципе, можно использовать просто как софт, без аппаратной части от Юпитера абсолютно, и такая возможность есть. Я про это говорил, мы показывали ролик на прошлом вебинаре, но, может быть, собственно, сегодня аудитория шире и другие коллеги собрались. Короткий ролик мы снимали про возможность, такой интересный канвас, что он из любого, в принципе, компьютера может сделать видеостену. То есть, это не просто ПО для управления контроллером, да, для видеостены Юпитер, а также полностью законченное решение, то есть, вы можете просто взять ПО, установить на какой-то компьютер, у которого, ну, там, предположим, это не компьютер, да, какая-то такая станция мощная, у которой несколько плат видеовыхода, это может быть NVIDIA, не знаю, Intel, Matrix, наш любимый, все что угодно, и, собственно, использовать этот компьютер как видеостену, да, то есть, канвас полностью все это примет, поймет. Вот. Короткое видео покажем, сейчас нам Наталья Спачева включит, собственно, оно просто рассказывает про функции канваса. Посмотрим тренировки буквально. Добрый день, мы находимся в демо-зоне АВКуба. Сегодня хотелось бы рассказать про решение канваса. Решение канваса является клиент-серверным решением, то есть, есть сервер, устанавливаемый среди Windows где-либо, да, и есть клиенты. Если говорить про фичи клиентов, одна из самых интересных, и чем канвас ценен, это то, что благодаря канвас-клиенту можно превратить любой компьютер в видеостену. Собственно, здесь это и продемонстрировано. У нас есть вот такой мини-компьютер, он подключен вот к этому монитору и подключен вот к этому монитору. Эмуляция видеостены, на нем же установлен канвас-клиент. Помимо этого, у нас есть канвас-клиент, установленный на компьютере оператора. Здесь мы можем управлять полностью, уже есть сохраненные раскладки. Ну, например, можем поменять какую-либо раскладку. Мы нажали, кликнули, и у нас раскладка поменялась. У нас теперь выводятся две IP-камеры и два IP-потока. Они у нас в сети. Соответственно, что еще может быть источниками? Источниками могут быть любые приложения, установленные на этом компьютере. Могут быть любые веб-страницы. Можно делать определенную вырезку из этих веб-страниц, например, да. И самое интересное, что помимо таких, скажем, источников обыкновенных, можно подключить, например, телефон. То есть у нас есть приложение канвас на телефоне. Мы вводим логин и пароль. Здесь у нас доступны называемые холсты и источники. Можно посмотреть то, что отображается, например, на видеостене. Любой IP-источник. Но самое интересное, можно телефон использовать в виде источника. То есть передавать в операторскую комнату, например, свое собственное изображение. С камеры телефона. То есть мы выбираем передачу и соответствующую раскладку, чтобы она у нас отобразилась на видеостене. Выводится изображение с телефона. Естественно, можно менять камеру. Фронтальная и задняя. Какой еще функционал доступен? То есть, в принципе, есть чат. Вот у нас загрузился живой поток. Мы можем что-либо выделять, например, каким-то определенным цветом, указав тем самым оператору, например, на что обратить внимание. А мы можем с оператором, например, переговариваться и так далее удаленно. Но это достаточно удобно. Прямо из одного приложения можно оказаться в диспетчерской. Так, собственно, вот это было короткое видео, которое мы записали на фокусе Новосибирск. Оно вкратце рассказывает о ПО-канвас, которое можно установить именно отдельно, как ПО-канвас. Что еще можно сказать? То есть, канвас, да, он, в общем-то, больше, может быть, так подходит, да, для распределенных систем его можно использовать, когда у вас не одна видеостена, а несколько, несколько комнат, несколько операторов, да, то есть широкая раздача прав пользователям. Тогда это канвас, собственно. Что еще? Ну, если посмотреть теперь, скажем так, по вертикалям, да, вот, скажем, спрос, который я увидел за два года, и, собственно, достаточно логично, почему и где запрашивают определенный тип контроллеров и почему. Вот так я распределил. Тут просто по картинке, в принципе, достаточно видно. Значит, собственно, control point. Скажем так, любители, да, которые знают уже этот софт, это раз, знает его заказчик, часто спрашивают именно, мы хотим control point, не надо нам никакой канвас. Вот, тогда, конечно, это серия контроллеров 4500. Где это используется? Ну, естественно, это всякие военные организации, силовые организации, вот, и, да, запросы такие есть, соответственно, государственный сектор, что еще? Ну, финансовая система. И если так говорить, то тут, наверное, людей в меньшей степени интересуют какие-то вещи с точки зрения, там, IP-декодирования, вот, чтобы прям можно было непосредственно на контроллере, вот, или, там, запуск приложения непосредственно на контроллере. Им больше нужен функционал именно как такового контроллера, да, чтобы он объединил все в видеостену, вот, им важна отказоустойчивость и надежность, а это Юпитер именно, вот, и этим сваятся, скажем так, да. И, скажем, с точки зрения вывода информации, они предпочтут декодировать IP-поток или, там, как сказать, показ какой-то информации специализированного приложения не прямо на контроллере, а предпочтут купить лучше плату ввода какую-то, да, вот, там, ну, 9, примерно, и со своего уже компьютера, или, там, тонкого клиента, или сервера, это все продемонстрировать. Вот, собственно, вот, это вот такие сектора вертикали, где люди в основном спрашивают таким образом, да. Бывает часто просто нужно достаточно простое дешевое решение, чтобы это было HD, и, как сказать, это одно из самых дешевых решений в Fusion 4500. Если говорить про остальные сектора, то здесь, собственно, люди более открытые к современным тенденциям, назовем это так. Значит, здесь никого, собственно, напрягает то, что я был установлен Canvas. Вот, рады тому, что можно непосредственно контролировать что-то декодировать, что-то открыть, ответ-таки открыть ту же самую схему SCADA развернуть, например, да, на полную видеостену, и прям непосредственно контроллеры ее запускать, вот, потому что они все в отказоустойчивой конфигурации, как минимум, по питанию. Что здесь еще отметить? Ну, есть серия контроллеров, она так достаточно хорошо пошла в России, мы в прошлом году анонсировали и выпустили. Это Control 1000, законченная конфигурация. У нее, соответственно, 8 Full HD выходов, они же могут работать как 4 выхода 4К. И конфигурация отличается просто наличием разного количества входов. Соответственно, либо 0 входов, 2, 4, 6, 8, 10. И это очень удобно заказчикам, собственно, они выбирают необходимую модель, IP декодирование, EVNC, естественно, декодирование, но есть прям непосредственно на контроллере. Контроллер достаточно мощный, потому что у него шасси используются того же каталиста 4К, по сути, это, в общем-то, если видно по рисунку, одно и то же шасси. Вот, просто ограничение в конфигурации. Вот, собственно, ну вот этот контроллер такой достаточно ходовой, используется в проектах. Часто мы боремся с нашими любимыми импортозамещаемыми компаниями, вот, как можем. Значит, что еще? Если говорить про, например, там, какие-то небольшие совсем инсталляции, есть интересный проект, где просто необходимо на одну панель большую вывести, панель пускай будет 4К, да, разрешение принимает, вывести IP-источники, вывести какую-то веб-информацию, то тут подходит КРС-4К, это маленькая такая система. Вообще она предназначена изначально для установки в каких-то комнатах переговоров. Вот, собственно, она также поддерживает 8 потоков кодирования IP для СРС-4. И самое главное, что на ней есть Canvas, он идет, как вы уже поняли, из предыдущего вида видео, Canvas-сервер и Canvas-клиент должен быть в составе. Здесь все преднастроено, установлено, это самый дешевый вариант, простой. Собственно, вот это самая такая простая точка входа в систему Canvas. Вот таким образом, значит, по секторам экономики, скажем так, все это разделяется. Дальше, в принципе, хотелось поговорить про кейс, это последний у меня здесь слайд. Вот, реализовал этот проект компания BCC, как я уже говорил, с анализом платежных карт. И тут, конечно, бы, наверное, Илья Марченко гораздо лучше и глубже рассказал, но он приболел. Вот, я, собственно, с его слов и, как мы обсуждали, какие-то вводные по этому проекту, что смогу, расскажу. Вот, особо, конечно, хвалить, как сказать, не очень правильно себя, но выбора у меня не осталось. Значит, вот такой проект, национальная система платежных карт, и задача основная стояла перед интегратором именно вывода большого количества веб-окон, именно работы с веб-контентом. То есть, там, например, вот на этом контроллере, на нашем, Catalyst 4500 с Control Point, мне согласно, вот, надо было вывести до 120 веб-окон одновременно. Вот, соответственно, не просто так там было. Вот, давайте Юпитер возьмем, вроде все здорово, подходит. Нет, не так. Собственно, была достаточно жесткая конкуренция, делались пилотные зоны, тестировались разные контроллеры, уважаемых конкурентов в том числе. Вот, и одно из самых удобных, скажем так, с точки зрения эксплуатации, оказалось именно вот использование Control Point, и так, как реализовано вот внутреннее ядро веб-отображения. То есть, все источники были заведены в систему Control Point. Можно было легко на ходу прям поменять, например, не обязательно все 120 веб-окон выводить надо было. Разные, естественно, раскладки были. Но оператор мог взять в любое окно прямо на видеостене со своего места активно, ну, как сказать, туда, в активное окно залогиниться, ввести пароль, нажать любую ссылку, и это активное окно, да, это не какая-то вырезка изображения, а активное веб-окно. И таких окон достаточно много было на видеостене. То есть вот этот функционал, он был наиболее удобен, он реализован на, как раз таки, католистике 4500. Что еще? Да, контроль, естественно, на Windows. С точки зрения ввода логина и пароля можно было сделать таким образом, чтобы он сам вводился, когда, например, раскладка появляется, и в веб-окно автоматически происходит логирование, да, точнее, залогинивание. Но в итоге это все было сделано через Active Directory, вот таким образом, скрипты специальным образом написаны. Собственно, вот такая задача, да, достаточно непростая, обслуживать большое количество вот именно веб-трафика, менять свойства окон, менять контент в этих окнах оказалось удобнее всего через Control Point и вот этот вот контроллер. Ну, естественно, обновление этих окон тоже задача такая из непростых, то есть если все 120 веб-окон сразу обновить, могут небольшие проблемы начаться на сетевом интерфейсе. Вот, поэтому тут тоже написали специальный скрипт, запустили его прямо на контроллере, вот, чтобы это происходило через разные сетевые интерфейсы, вот, и в определенное количество времени. Вот такой интересный кейс, про него, в принципе, есть там ролик на YouTube, вот, более глубже, мне тут, к сожалению, как сказать, информации у меня нет, вот, но, наверное, если что-то интересно, можно меня спросить, а я уже тогда спрошу там интегратора, да, какие-то вещи такие более детальные, глубокие. В принципе, это все, как я и обещал, вебинар был длинный, дальше, наверное, я там перейду к ответу на ваши вопросы. Собственно, основная часть вот по презентации это все. Надеюсь, я доходчиво объяснил, в чем разница между нашими контроллерами, control point и canvas, когда лучше выбирать Full HD, когда используется либо там 4K нужное изображение, вот, ценовую политику немножечко. Если какие-то есть вопросы, там, не знаю, проект, да, я с радостью готов обсудить. Вот, четвертый квартал, наш самый любимый. Да, значит, ну, по вопросам. Первый вопрос, значит, был еще до вебинара славного города Екатеринбурга. Соответственно, вопрос был про санкции. Как же мы в условиях таких жесточайших санкций вообще присутствуем на этом рынке России? Значит, ну, вопрос широкий, вопрос каких санкций, да, что кто-то запрещал продавать оборудование американское именно в АВ-индустрии на России. В России вроде как нет. Значит, санкции, да, какие-то есть постоянно, они куда-то там внедряются. Надо смотреть, какие санкции, каких на текущий момент ограничений в плане нашего направления, и вот нас как вендора, их нет. Мы оборудование отгружаем, никаких у нас проблем с точки зрения, что это будет за объект, нету, проекты мы регистрируем, вот, система регистрации работает, я за нее ответствую. Здесь никаких проблем нет. Если, в принципе, вот как я воспринимаю санкции, это как, ну, некая, как скажем, конкуренция такая, да, дополнительная, то есть, собственно, она всегда была есть на рынке. Когда-то конкуренция была выше, когда-то ниже, но вот сейчас конкуренцию добавили, там, санкции, появились, там, импортозамещения, целая программа, вот, и так далее, и так далее. То есть с этим приходится иметь дело. Да, окей, ну что, мы конкуренцию любим. Вот, с удовольствием поучаствуем. Поэтому тут вопрос такой, как сказать, наверное, больше риторический. Дальше пойдем мы по вопросам из чата. Значит, был вопрос, насколько я помню, сейчас про джаву. Честно говоря, мне сложно сказать, на чем написано PO-канвас. Я не скажу, что прям только на джаве, наверняка там разные языки используются. И, как известно, все наши контроллеры, они на Windows. Вот, ничего плохого в джаве я не вижу, не знаю. Наверное, какие-то, может быть, блоки написано на джаве, какие-то, естественно, нет. Вот. Но конкретно в рамках контроллера и в рамках вот этой вот системы диспетчеризации какой-то, да, там, внешней хапе, я не вижу здесь проблемы. Значит, Тимур Шпанера спрашивал, OS Windows, да, OS Windows. OS Windows разное, то есть, вот, 4500 контроллер, он на Windows 7 Ultimate. Все новые контроллеры, они на Windows 10. И, опять-таки, мы сейчас говорим только про контроллеры. У нас есть еще система передачи данных по IP, это, скажем так, распределенный контроллер. В предыдущем вебинаре я про это рассказывал, система пиксельных 2.0. Вот. Она вся практически на Linux, кроме одного модуля. Этот модуль мы тоже активно работаем, чтобы сделали на Linux, и моя задача, чтобы его сделали на Astro Linux. Вот. Собственно, R&D наш этим озабочен. Вот. Ждем. А под юнити, чтобы все это было внедрено. Все, Digital Science системы так умеют. Умеют что? Не знаю, что у меня в Digital Science системе, но, точнее, знаю. Все, не все. Думаю, что не все. Значит, Canvas я бы не сравнил с Digital Science системой. Это все-таки разные вещи. Здесь мы говорим больше о диспетчеризации некую, да? Про именно вывод информации, сбор и вывод информации на какое-то поле экрана. На разные экраны, да? Вот. В Digital Science это имеет такое посредственное отношение. В Digital Science свои ограничения, если уж так говорить, по сбору источников и по отображению. Это немножко, ну, другое направление, скажем так. Где-то пересечения есть, да, там, даже, кстати, если уж так говорить, то у нас есть такая система, где есть такая отличная система Digital Science. Pets Phone называется, она прямо установлена была на нашем контроллере, собирала ту информацию, которая нужна, включая там всякие RSS, рассылки, там, курсы валют, и выводила на видеосистему. Все прямо на нашем контроллере. Вот. Поэтому тут может быть больше вопрос даже, как сказать, некой интеграции, чем конкуренции. Значит, что еще? Еще, типы авторизации для страниц, какие поддерживаются, сохранение вагин и пароля. Отличный вопрос. Да. И Сережа, у нас работает в компании Legion. И также там у нас работает замечательный человек под названием Дима. Дима, Дима. Фамилия вылетела из головы. Но буквально недавно мы обсуждали то, что вы установите Canvas у себя в компании и все это проверите. На вскидку я точно могу сказать, что работает НТЛМ и Windows. Авторегистрация, скажем, да, веб-окно. Вот. Я попросил вас присылать мне веб-страницы. Я проверю на своей демо-системе, собственно, как может Canvas залогиниться в какое-то окно с логином и паролем. Выскакивающий это логин-пароль, как на Яндексе. Или это просто ввод пароля. Но, в общем-то, вы решили сами проверить. Поэтому, Сережа, разворачивайте Canvas. Рецензионный ключ у вас есть. Демо-версия у вас есть. Ко всем вопросам, как это делается, я открыт. Что еще? Стоимость ПО. Да, ПО не бесплатно, оно стоит денег. Дешевле его купить в составе контроллеров. Если есть какой-то крупный проект, где нужно распределенную систему купить только в виде ПО, я готов этот вопрос отдельно обсудить. Ограничений по коммутатору нет для Webacom. Алексей, я Александр. Ну да ладно. Ограничений по коммутатору нет для Webacom. Я не совсем понимаю вопрос. Коммутатор Webacom. Не знаю, может, перефразируйте вопрос, Сергей. В чате вопрос. Значит, так. Преобновление приходится на Windows, так как меняется ведро Java, а простая переставка Java проблем не решает. Возможно. Я могу так сказать, что да. Значит, с точки зрения... Наверное, это вопрос от Игоря Маркина как раз про Java. Я думаю, это вопрос про Control Point. И я знаю, что наши контроллеры, ну, не просто так предустанавливают Windows и Control Point, соответственно, на заводе. И к каждому контроллеру у нас идет свои диски восстановления, флешка восстановления. Если у пользователя что-то слетело, вы решили это сами восстановить, поставив там свой Windows, предположим, я вам высылал дистрибутив Control Point, то да, как сказать, тут некий опыт работы с нашими контроллерами должен быть. Есть некие моменты, но они, я думаю, есть везде в плане Java, Java-версии. Какая Java-версия отображает что-то, какая нет? Игорь, мне кажется, мы, кстати, этот вопрос с тобой обсуждали на WebFocus в Санкт-Петербурге. Алексеев снова так. С телефона тоже можно выводить экран через WebPort. Ну, не знаю, что такое WebPort, значит, можно на телефоне, с телефона взять изображение, собственно, установить Canvas-клиент на него, его открыть, это Canvas-клиент, он логинится на Canvas-сервер, и можно дальше с телефона показать окно на видеостену. Да, так можно с диагональной камерой, с прямой камерой, собственно, не вопрос. Можно на телефоне посмотреть, какие IP-потоки выводятся на видеостене, прямо на телефоне посмотреть, если позволяет Wi-Fi-подключение. Да, окей. Можно совместно над каким-то потоком, веб-потоком, например, да, я его пересылаю, показываю, что происходит на улице, например, там, да, какая-нибудь, не знаю, драка, потасовка. Вот, и хочу обратить внимание, например, диспетчера в МВД каком-нибудь, краевом, да, что обратите внимание на это. Я могу диспетчер напрямую написать, прямо из моего ПО-канвас, выделить там какую-то, не знаю, горящую машину и обратить внимание диспетчера, чтобы он принял меры. Это можно делать при помощи ПО-канваса прямо с телефона, да. Так, вопрос про Ethernet коммутатор, окей. Чтобы подключить виртуальные порты на контроллер видеостены. Ограничение как для аудио-видео over IP. Не совсем понимаю, про какой источник идет речь. Если мы говорим про веб-окна, или мы говорим, наверное, мы говорим здесь про IP-потоки, видимо, значит, или это мы говорим про PixelNet-систему. В общем, смысл такой. Все контроллеры могут открывать веб-окна, можно задавать порты, именно через какие открывать, если это какой-то внутренний веб-сервер заказчика. Да. Yes, значит, принимать мы можем IP-потоки и декодировать мультикаст, уникаст. Да, не вопрос, можно задать конкретные порты. Если мы сейчас говорим про систему PixelNet, у нас есть отдельная система, я про нее сегодня не говорил, которая передает видео по IP, то есть такой распределенный контроллер. И в чем, кстати, преимущество ее, например, по сравнению с другими конкурентами? У нее отлажена синхронизация. Когда большое количество, большую видеостену вы собираете, бывают проблемы с синхронизацией. Поэтому у нас таких проблем нет. И вот здесь, если вопрос про этот Ethernet-коммутатор, то да, он у нас есть, он свой, аемный, да, ничего там специфического, но отстроенный на заводе, специально, чтобы передавались джамбо-пакеты. Вот, кто знает, о чем речь. И мы этот образ, этого свеча не передаем заказчику или партнеру, а просим купить наш свеч прямо с завода. Почему так делается? Это просто, чтобы техподдержка не потонула в вопросах партнеров и заказчиков. А почему у нас, вот, вроде ваша, условно говоря, мы образ установили в наш свеч, который мы купили в России, но что-то где-то не до конца классно работает. Вот, все вот эти вопросы, они тонкие, долгие, бывают сложно такие, поймать ошибки, да. Соответственно, чтобы это все исключить, мы только с нашим свечом систему PixelNet обгружаем. Да, такое есть. Правый бок на все-таки. Спасибо, правый бок на. Ну да, правый бок на, я не знаю, что тут еще сказать, то есть настраиваются они, ну, абсолютно как угодно. Вы можете открыть разный порт, можно вырезку сделать веб-странице, а вообще рекомендую писать мне на почту, и я могу вам вообще высвать демо-версию Canvas, развернете и посмотрите все, что захотите. Вот, устанавливается он на Windows, у меня есть специальная инструкция, моя личная на русском языке, как это сделать. Можно сказать, ничего сейчас сложного с Canvas в плане установки нет, но версия 5.4 очень такая, так сказать, хорошо устанавливается, без всяких загвоздок. Могу высвать демо-версию, вы посмотрите весь функционал. Хочу всех поздравить снова с началом завершения конца года. Вот, осталось немного, я думаю, у всей аудитории, которая сейчас присутствует, сейчас самый такой горячий период в плане командировок, инсталляции, установок, каких-то там, не знаю, решений вопросов. Вот, я всем вам желаю это все с легкостью победить, вот, чтобы вы на себя время больше находили и уделяли себя, своим семьям. Вот, ну, всем успехов, и, собственно, не знаю, что увидимся на Integrated System Россия, и, я надеюсь, на Integrated System Европа. Вот, ну и с Новым годом, конечно, поздравлю еще рано. Вот, поэтому всех жду на Integrated System Россия. Всем счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!